Божьи дары Он не является продуктом жизнедеятельности человека Он является проявлением Божьей любви к каждому человеку, к церкви И знаете, у каждого из нас есть разные дары Я ревную также о дарах духовных, о дарах больших И один из даров, который также открывается в сердце моем, друзья Это дар пророческий Что такое пророческий дар, друзья? Так часто мы бываем в жизни Наверное, у каждого из вас, вы каждый переживали момент, знаете, когда вы в чем-то становитесь Что-то вам открывается, вы что-то начинаете понимать Кто переживал когда-нибудь откровение такое, переживали? Вы что-то начинаете понимать И вы знаете, мы настолько часто бываем поглощены этим своим пониманием, откровением Оно такое классное, оно свежее, оно от Бога Я не скажу, что оно не от Бога, оно часто действительно бывает от Бога И мы наполнены этим откровением И оно горит внутри нашего сердца Но иногда, знаете, Бог, друзья, написано в Библии, Он творит все новое Он что-то пытается сделать другое У Него есть планы То есть Его план, друзья, если бы мы могли просчитать Его планы Если бы мы составили, как сегодня модно говорить, mind map того, что собирается делать Бог Я вам гарантирую, друзья, вы бы очень удивились того, как Бог собирается делать Знаете, Бог собрался, смотрите, Бог собрался поставить Давида царем над Израилем, правда? И знаете, что Он сделал? Написано в книге Деяния, ой, 1 Царств, 16 глава написано Он помазал его бы царем и отправил его вооруженность к Саулу Он решил сделать его царем и вместо этого возбудил, ну, дух Саула был возбужден против Давида Он бегал по пустыням, казалось бы, это полная фиаско, полный крах, проблема Но Бог, друзья, Он выкрутил, Он все в конце сделал так, что произошло то, что должно было произойти Его пути невозможно просчитать, друзья, невозможно просчитать Именно по этой причине Бог иногда в наших, вот этих, знаете, настроенных, открывшихся нам планов Бог, который творит все новое, Он иногда приходит и через пророческий дар Он просто позволяет нам прикоснуться к тому, что Он хочет делать Мы иногда, еще раз говорю, мы иногда стагнируем, мы иногда остаемся в этом, мы хотим сидеть в этом Но Бог творит все новое Сегодня я хочу, друзья, поговорить с вами на такую простую тему Давайте откроем на экране местописание, которое есть сегодня у нас основное Евангелие от Луки, 19 глава, 29 стиха Мы прочтем эту историю Евангелие от Луки, 19 глава, 29 стиха Подходя к Вифагии и Вифании, что расположены у Масличной горы, он послал двоих, вперед двоих учеников Идите в селение, которое перед вами, и войдя в него, вы найдете привязанного осленка, на которого еще никто не садился Отвяжите его и приведите сюда Если кто-нибудь вас спросит, зачем вы его отвязываете Скажите, он нужен Господу Ученики пошли и нашли все так, как сказал им Иисус Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их Вы зачем отвязываете осленка? Они ответили, он нужен Господу Они привели осленка к Иисусу И набросив на него свои плащи, посадили на него Иисуса Когда он ехал, люди начали расстилать на дороге свои плащи И когда он приблизился к месту, где дорога спускается с Масличной горы Все множество учеников начало радостно и громко прославлять Бога за все чудеса, которые они видели Благословен Царь, который приходит во имя Господа Мир на небе, слава вышних на небесах Вы знаете, в этой истории, друзья, мы видим переломный момент служения Иисуса Христа Если вы когда-то читали Библию, вы обнаружите легко, что всякий раз, когда Иисус совершал чудеса Он очень часто говорил, никому об этом не говорите Когда они хотели рассказать о том, что происходило, он говорит, никому не рассказывайте, не надо Написано, однажды они хотели прийти, взять и сделать его нечаянно царем Он говорит, не надо, и ушел от них Однажды они хотели рассказать, и он говорит, не надо об этом рассказывать Он всегда, однажды даже ученики сказали, мы пойдем на праздник Иисус говорит, я не пойду туда Он все время как будто, знаете, как будто был в тени, ждал, ждал Он знал этот момент И вот наступает переломный момент Кто из вас знает, что именно после этого вхождения Христа в Иерусалим Написано, в другом месте писания написано, что фарисеи и книжники, они приняли решение его убить Они поняли, что уже ничего с ним не сделаешь Им казалось, что это они вершат историю Они вершат судьбу Христа Они распоряжаются его жизнью На самом деле, они не понимали, Бог их руками творил благословение для всего мира Для всего человечества Он освобождал людей от их грехов Он спасал людей от их грехов Это переломный момент его служения И я хочу обратить ваше внимание, друзья Что Очень интересная на самом деле Картина здесь Я уверен, кто-то из вас Я убежден, кто-то из вас Наверняка вы, рассматривая эту историю Читая эту историю, вы задавали себе такой простой вопрос К чему вот это все? Привязанный осленок, отвяжите его Он надобен Господу Окей, хорошо, надобен Господу Ладно, отвяжем Я всегда ставил себя на место этих хозяев Думаю, да вы мне пришли бы и сказали Хоть президенту он нужен, это мой осленок Ну максимум могу продать Но знаете, как-то в этой картине Все не очень-то, как-то, знаете, в этом местописании Не очень все по-человечески складывается И когда я читал это местописание В начале этого месяца Вдруг Бог начал так говорить в мое сердце Он говорит, ты не понял Здесь вообще речь не об ослах Здесь речь не о том, что он надобен Не надобен Богу Здесь другое совершенно Я хочу пророчески говорить К своей церкви К своим людям К каждому человеку, друзья Я сегодня хочу, чтобы мы с вами Хочу открыть вам Что же Бог положил мне в сердце Что Он имеет в этом местописании Итак, въезд Иисуса в Иерусалим был переломным моментом Его служения и жизни Это был вход в кульминацию Его служения Это было начало нового И самого прекрасного сезона Его служения До болезненного До страдательного До тяжелого Иисус говорил об этом сезоне Он говорит, душа моя скорбит смертельно Это не просто слова Написано, капли пота его были, как капли крови Это болезненный сезон Это болезненный сезон Когда мы говорим, друзья О благословениях нового сезона Мы часто подразумеваем Мы так хотим по-человечески Мы хотим, чтобы все было, знаете Розовое, сахарное И неплохо Но, друзья, Иисус об этом новом сезоне Своей жизни Он говорит, душа моя скорбит смертельно Я не могу так Я не могу дальше Я не могу больше И иногда такое будет, друзья Новый сезон иногда бывает и таким Но что-то было особенное в этой истории Если мы прочтем, друзья, 30 стих Здесь написаны такие слова Идите в селение, которое перед вами И войдя в него Вы найдете привязанного осленка На которого еще никто не садился Я уверен, что в этом селении были другие животные Были куры, овцы Я не знаю, там, может быть, даже коровы Что-то было там точно И были другие ослята тоже Там было все, друзья Но, но Почему-то для входа Вот в этот новый сезон Или в кульминацию своего служения Бог выбрал, Христос Он выбрал именно этого осленка Именно об этом осленке Мы увидим с вами чуть позже, друзья Что об этом осленке Кстати, говорилось еще задолго Почти за 700 с чем-то лет До того, до момента происхождения этих событий То есть, послушайте, это не просто А вот та там осленка Найдете любого первого попавшегося Возьмите, нет В книге пророка Захарии Мы можем читать, друзья Конкретно об этой истории Говорилось там Это было пророчество Божие Это не было просто так Бог за 700 с чем-то лет Он знал Он предугадал Он предузнал, друзья И это еще раз говорю Было не просто транспортное средство Это было что-то особенное для нас сегодня Давайте прочтем Захария, 9 глава, 9 стих Смотрите, за 700 с чем-то лет Бог говорит эти слова Устами пророка Захарии Что на этом молодом осле Будет сидеть Христос Он будет там сидеть Христос именно так Ведет в Иерусалим Не просто, не как-то по-другому А именно так И что же это, друзья? Почему молодой осел? Молодой осел, друзья Молодой осленок У него есть определенные характеристики Я хочу, чтобы вы сегодня Обратили на них внимание Первое Молодой осленок В отличие от Будучи сыном Помните, подъеремной Подъеремная это ярмо Это иго Это было Это те переживания Это прошлое Тот опыт, который был у его матери Но вы в курсе, что у молодого осленка Нет такого опыта То есть молодой осленок, друзья Он не несет в себе Фактов или влияния Своего ужасного прошлого Он приходит чистым Иисус не выбрал его мать Он выбрал именно осленка Именно об осленке Было пророчество, друзья Вторая характеристика Которую можно увидеть Молодого осленка Он не был подъеремным Как его мать То есть он Он не приучился ходить под ярмом Он был чист Он был нов Он был свеж Он был открыт Он был Его сердце было открыто Совершенно, абсолютно открыто Для того, что Иисус Собирается с ним сделать Если вы где-то прочитаете, друзья Вы нигде не обнаружите Что царь Когда-либо въезжал На осле На руках несли На колеснице На чем хочешь Но не на осле Никак Никто никогда не постилал Одежды под ноги ослят Это было новое Но он был открыт Для этого нового Третья характеристика, друзья Он сосредоточен был на том Что он делает А не на том Что кричали вокруг люди Потому что все, что кричали люди Они кричали Христу Но они не кричали Это осленку Никто не кричал Слава вышних этому осленку И осленок был очень сосредоточен На том, как он вез Христа Он был сосредоточен Чтобы не споткнуться Он только думал об одном Чтобы Христосу Кресту было удобно Чтобы он не съехал С его спины Он вез царя Он ввозил царя Он не был царем Но он вносил царя И он сосредоточен был на царе И на том, что он должен был делать А не на том, что люди говорили вокруг Для него Следующая характеристика Которая есть у молодого осленка Он был нужен Господу Друзья И предоставил себя Свои возможности Для Христа И служению Ему А не для своего Карьерного успешного скачка Вот Я сейчас Христос на мне въедет В Иерусалим И потом меня поставит В почетную конюшню И в этой конюшне Я буду стоять И в этой конюшне Я буду всегда Все будут помнить Мое имя Как звали этого осленка Мы не знаем Мы не знаем Но что он сделал Он предоставил себя Он предоставил самого себя Для того, чтобы Иисус Въехал в Иерусалим Скажите, пожалуйста Кто изменил Судьбу человечества Осленок Или Христос На котором он въехал Который на нем въезжал Точно так же, друзья Мы не должны с вами забывать Эти характеристики И именно такой осленок Нужен был Господу Почему? А теперь послушайте внимательно Этот момент Почему именно такой осленок Нужен был, друзья? Речь идет Не о транспортном средстве Дело в том, что Показывая образ Или показывая пример Этого осленка Иисус Хотел нам показать И хочет показать нам Наши сердца Вот в этом примере, друзья Он хочет показать нам Наше сердце Со стороны Мы должны увидеть Своё сердце Со стороны На примере этой ситуации С этим осленком Что же примечательного В этом истории, друзья? В этой истории мы видим Двух Кроме Христа И учеников Мы видим Двух действующих лиц Один это осленок А второй Кто мне скажет? Кто это? А? Хозяева Обратите внимание Никто не считает В этой истории О хозяевах обычно Никто Все о них забывают Но вы в курсе Что хозяева Они там вообще-то Как бы имели отношение К этой всей истории Они очень имели Непосредственное отношение Итак, друзья Наша жизнь Наша жизнь Наше сердце Это привязанный осленок Но также В нашем сердце, друзья Живут и хозяева Этого осленка В сердце каждого из нас, друзья Всегда находится Этот осленок Который привязан Он ждет Привязан значит ждет Не пользуется им Он есть Но есть и хозяева Хозяин, друзья Это тот Кто привязывает Своего осленка Потому что этот осленок Нужен ему самому У него есть планы На этого осленка Где он будет на нем ездить Как он будет перевозить Что он будет делать С этим осленком У него свои планы У него свои планы На осленка И есть осленок Который нужен Господу И возникает вопрос, друзья Так кто же победит? Кто из вас понимает Что во всей этой истории Когда ученики пришли К хозяева Они могли сказать Отвяжите осленка Он надобен Господу Любой хозяин Мог сказать Извините, друзья Ищите другого Ищите другого И к слову сказать Большинство из нас Большинство людей Мы так и живем Осленок Который привязан Стоит привязан В нас Это наши способности Наши дары Наши таланты Я сам Наш осленок Он стоит привязанный И он ждет Он ждет Когда я Начну его пользовать Я хозяин Я пользую этого осленка Заметьте, друзья Если честно Я в начале Когда в начале Моего христианского пути Меня немножко возмутила Эта история Потому что она казалась Для меня какой-то Простите Такой немножко Извините Немножко аферистической Знаете Некий Иисус Посягает на чужое имущество Приходит и говорит Он мне нужен Поэтому отвяжите Отдайте его мне Почему? Но к сожалению Еще раз История не об осленке Друзья История о нас Это мы Мы свои способности Дары, таланты Мы их привязали И мы их используем Но только мы их используем Для кого? Для себя Мы для себя ими пользуемся А? Не понял Подъермо Но свое Но свое Заметьте Иисус не взял Эту подъеремную ослицу Потому что она уже была Ну как вам сказать Она уже пользовалась Она уже вот там была Он взял новое, свежее Для того, чтобы войти в новый сезон Он взял новое, свежее Вы знаете, друзья Я думаю, что сегодня В чем суть пророческого Пророческий Я думаю, что Бог хочет сегодня Чтобы мы заглянули Каждый в свое сердце Загляните в свое сердце, друзья Быть может В вашей жизни Давно уже победили хозяева Может быть Христос уже посылал учеников своих Эти ученики говорили О том, что Отвяжите этого сленка Он надобен Господу Но вы Как хозяева своего сердца Может быть Вы уже давно сказали Извините Но у меня на него свои планы Может быть Христос Не раз уже даже посылал учеников Может быть Ученики даже приходили И уже начали отвязывать Осленка Но вы сказали Эй По рукам дали Сказали Это мой осленок Это мой осленок Он здесь Для того, чтобы Еще раз Чтобы сделать то Что я хочу Чтобы он сделал Еще раз В нашем сердце живут друзья И этот осленок И эти хозяева Иисус Я уверен Не раз Он посылал на ваши пути Он посылал на ваши пути Людей Которые помогали Которые показывали Подталкивали вас В направлении того Что Бог для вас имеет Но осленок По-прежнему был привязан Со сцены Вы не раз слышали Я уверен О том, что У Бога есть планы Но осленок По-прежнему привязан Где-то вы сталкивались На улицах С людьми И внутри этот осленок Знаете Он такой Брык-брык Он понимал Что Иисус Приближается Ученики И он знаете Там играл Зыграл Называется Он уже знаете Вот такой Копытами нервно Перебирал Он собирался Пойти в эту сторону Говорили Эй, эй Стоп Ты что? Ты привязан Ты мой Ты мой Может быть В вашем сердце Эти хозяева Друзья Может быть Пришло время Этим хозяевам Отпустить осленка Может быть Пришло время Друзья Все-таки Христу Въехать В этот Иерусалим Я всегда Задумывался Об одной Знаете Я помню Этот момент Когда Я читал Это местописание Где апостол Павел Обращаясь С Тимофею Он говорил Никто да не Пренебрегает Юностью твоей Я помню момент Такой у меня был Переломный Это был наверное Мой осленок Которого я отвязал Тогда И я помню Когда Нужно было вести Домашнюю группу Я думал Да я неопытный Я не знаю Как это сделать Я не понимаю Как это сделать И Христос Мне открыл Эти слова Когда Бог открыл Он говорит Что никто Да не пренебрегает Юностью твоей Никто Вы знаете Друзья Прежде всего Что такое юность Юность Молодость Это неопытность Несовершенство Неидеальность Отсутствие знаний Отсутствие уверенности Какой-то Правда? Молодые люди Они обычно такие Они знаете Они дерзновенные Но немножко такие робкие Потому что они еще До конца не понимают И я был такой И Бог мне сказал Никто да не пренебрегает Юностью твоей В первую очередь Это ты сам Ты должен понять О том что да Ты не идеален Да ты неопытен Да ты не совершенен Но я хочу Чтобы ты это сделал Пойди и сделай это Я помню Друзья Это мгновение Когда я отвязал Этого осленка Внутри я сказал Окей Господь Я сделаю это Я начал это делать Да я ошибался Да я по-прежнему Могу ошибаться Но я точно знаю Что этот осленок Который надобен Господу На нем едет Иисус А не я Пашу на нем Я не использую Этого осленка Для строительства Своей карьеры А я хочу Чтобы Иисус Въехал в Иерусалим В Иерусалим На этом осленке Вот тут он живет Где-то там Он где-то там Он иногда говорит Он иногда поет Он иногда молится Он иногда любит Иногда обнимает людей Этот осленок Иисус Иисус делает что-то Он иногда приходит Этот осленок И говорит Жень Как ты Помочь может Чем тебе нужно Давай за тебя Буду молиться Этот осленок Иногда говорит Потому что Иисус Который едет на нем Он его так знаете Направляет Он к нему Подъезжает Может к нему Подъезжает к нему к нему может быть ваш осленок друзья он по-прежнему стоит привязанный может его нужно отвязать может вы разрешите отвязать ученикам этого осленка может вы перестанете владеть этим осленком знаете я не знаю окончание этой истории я не знаю кто прогнул я не знаю вернули ли ученики этого осленка иисусу библия об этом умалчивать в курсе читайте ничего об этом не сказано я не знаю вернули они его ли нет я точно знаю что самое важное для чего этот осленок был нужен нужен был христу он нужен был господу он исполнил свое предназначение знаете когда боксом на говорил об этом слове он сказал он нужен господу он именно вот такой осленок помните да какие у него характеристики он чистый он не помнит прошлого он живет бежу ужасов прошлого он не живет может быть с вами было прошлое христос служит вашему сердцу чё сердце дух святой прикасаясь освобождал от ужасов прошлого он исцелял менял вас есть такое вы знаете почему это дело он превращал в ваше сердце этого осленка он он превращал ваше сердце из подъеремной свежего и нового человека библии написано кто во христе тот новое творение он сотворил новое творение он сотворил нового осленка но по-прежнему если если еще раз там было два но он взял именно осленка не маму не папу не не более опытного осла не лошака не верблюда а именно вот этого осленка который еще не понимал он наверное знаете когда он дергал направо поворачивать основных не понимал куда идти но иисус именно его взял искренность чистота принятие вера доверие ой как тяжело это сохранить бывает я иногда говорю господь зачем ты поставил меня пастор но это так тяжело гораздо проще вот я у меня мечта найти иногда бабушка закрыться где-то на необитаемом острове сесть на этом хорошо боже никого нет еще никого нет хорошо хотя я люблю людей вы знаете в чем тяжело тяжело в том что каждый раз когда сталкиваешься с людьми они посягают на то чтобы этот осленок стал объезжен чтобы он перестал доверять чтобы он начал смотреть сверху сбоку а вот так вот так вот так непросто быть христианином друзья вот непросто быть христианином ой нет ой нелегко он помещает нас в идеальные собрания не идеальных людей но он друзья он ждет вот этого осленка он ищет этого сленка он ищет эту простоту я когда потом сел думал найти так начали по-человечески я подумал об этом острове потом начал молиться слышу бог говорит мне послушай успокойся я тебя готовлю я тебя готовлю с тобой работаю работаю с твоим сердцем однажды ты придешь ко мне если я с тобой здесь не поработают и курсы что как ты придешь ко мне я могу те скачу я тебя не знаю легко любить тех которые вас не ненавидят который вас любит это легко знаете почему это просто и почему прискорбно легко потому что как бы это не составляет труда прискорбно потому что ты не знаешь кто ты я думаю что самое большое удивление у людей которые однажды представлены христом которым он скажет отойдите от меня никогда не знал вас я думаю самое большое удивление будет в том что они будут шокированы они не поймут как бы в чем дело мы же в тебя верили они поймут друзья бог он этого осленка еще раз любом он сердце каждого из нас есть хозяева если свято там еще есть подъемная мать но вы как бы давайте определяетесь кто у вас там пора определиться пора определиться пора понять какую сторону вы будете идти и возвращаясь то чем я говорил пора отвязать этого осленка быть может быть может вам стоит перестать сохранять знаете как копить эту энергию для какого-то решающего толчка 80 лет может у вас уже сил на этот толчок не хватит может быть пришло время отвязать его пришло время начать пришло время позволить христу сесть на этого осленка поехали довериться подвяжите этого осленка друзья вам то что представьте себе картину этих хозяина имел привязанного осленка этот осленок был привязан вдруг неожиданно хозяина разбил паралич сердце инфаркт инсульт умер осленок привязан что будет с осленком он же там умрет он же привязан и всю траву съел и все и умер с голода друзья вот так умирает умирает сердце каждого из нас умирает судьба будущность призвание надежда от бога они умирают я помню однажды когда-то я только покаялся один я не помню даже кто кто-то из верующих тоже людей рассказывал однажды сон я прихожу смотрю огромнейший сад красивый фруктовые деревья огромный сад там такие яблоки красивые я срываю это яблоко и кусаю его оно знаете вот как яблоко знаете трухлявая когда на всю зиму полежала уже понимать о чем ли как вата яблоко красивая а внутри ты его кусаешь не вкусом и сока не запаха ничего нету ну как вата такой тырса ты его ешь и объекты яблоки есть не могу как мочалка не просто жуешь она безвкусно а потом и другое яблоко срывают она уже начала гнить внутри снаружи еще красивая внутри гниет и бог мне показалось что это люди которые просто сидят сидят очень не делают друзья в этом месте мы говорим о благословениях нового сезона чтобы благословение нового сезона пришли вашу жизнь благословения которые бог имеет вы никогда в жизни не получите эти благословения никогда вы никогда не подстелят одеждой под ноги остр knock, если он стоит привязанный у этого столба это невозможно это просто невозможно берите делаете двигайтесь идите вперед дерзайте Дерзайте Примите решение Примите решение, что вы будете этим осленком Еще раз говорю, это пророческое Может быть слово для кого-то Ну не то, что для кого-то, я верю, что Если вы примите это слово, друзья, вы начнете что-то делать Давайте я покажу вам, друзья Что Бог имел за 700 с чем-то лет Еще до этой истории Захария 9 глава, с 9 и 10 стих прочтем Ликуй от радости Дочь Сиона Это о церкви Ликуй от радости Торжествуй, дочь Иерусалима Вот, царь твой грядет к тебе Праведный и спасающий Кроткий, сидящий на ослице И молодом осле, сыне под деревной И 10 стих, обратите внимание Тогда истреблю колесницу Ефрема, коней в Иерусалиме И сокрушен будет бранный лук И он, Бог, возвестит мир народам И владычество его будет От моря до моря И реки до концов земли Когда Иисус въедет в Иерусалим, друзья, это начнет происходить Но для этого Иисусу нужен осленок Точно так же, друзья, это 10 стих Бог имеет для вас Бог имеет для нас, как для церкви Для каждого из нас с вами Бог это имеет Но Он ждет, когда вы отвяжете этого осленка Поговорите со своим хозяином Поговорите со своими хозяевами Хозяевами этого осленка Поговорите с ними Сейчас в конце проповеди мы будем молиться В молитве поговорите с этими хозяевами Убедите их Скажите им, что этот осленок Который сидит в вашем сердце Этот осленок, который есть в вашей способности Ваши таланты, ваши дары Все, что у вас есть Ваша страсть, ваша жажда Я не знаю, что хотите Этот осленок, он надобен Господу Убедите этих хозяев Отвязать своего осленка Убедите их сделать это Народы до концов земли Ждут твоего выбора Сегодня все чаще можно услышать о том Что церковь Это для того, чтобы мне было хорошо, друзья Но церковь Божья Это место, где каждому из нас Предстоит духовно возрастать В познании Бога Чтобы однажды каждый из нас Сделал свой выбор Или этот ослик для меня Или я все-таки отвяжу его И он будет служить Господу Давайте каждый мы склоним голову сейчас Поговорите сейчас с Богом Поговорите с хозяевами Подойдите к этому забору Там, где привязаны осленок В вашем сердце Подойдите туда, посмотрите К вам сразу подойдет хозяин Он сразу скажет Это мое Поговорите с ним Скажите сейчас С верой в своем сердце Он надобен Господу Я надобен Господу Я, я, я надобен Господу Я надобен Господу Этот осленок, который есть я Это моя жизнь Это мои способности Это мои силы Это мои таланты Это мои знания Это все, что есть у меня Он надобен Господу сегодня Он нужен Богу Он нужен Богу Он нужен Богу сейчас Поговорите сейчас Дорогой Господь Иисус Иисус Господь Это мою жизнь Это мое сердце Меня Ты видишь, как этого привязанного осленка Я прошу тебя Помоги мне его отвязать Помоги мне его отвязать Раз и навсегда Я хочу, чтобы на этом осленке ехал ты На моем осленке Едь ты Не я Ты Едь ты Едь в Иерусалим Если надо И дорога будет каменистой Тернистой Пусть Но главное, чтобы на мне ехал ты Главное, чтобы ты Не я, а ты Господь Помоги мне Помоги Помоги принять сейчас решение Помоги, Господь Тебе слава Тебе честь Тебе хвала И все величие Отец наш Во имя Иисуса Христа Аминь Вы знаете, когда сейчас молились Я вспомнил У нас сегодня еще будет продолжаться служение Попрошу вас, особенно всех, кто уже думать закончилось Нет, это только проповедь Еще будет очень важно У нас будет объявление Вы знаете, что следующее служение у нас будет уже в другом зале Сегодня мы фотографии посмотрим с вами Поговорим Есть много Но сейчас вот когда мы молились Я вспомнил историю Иосифа Кто-то читал историю Иосифа? Помните? Вот вы знаете, очень много произошло Его предали братья Они избили его до полусмерти Они подумали, что он мертвый Бросили его в яму Они потом увидели, что он живой Они продали его в рабство Потом он был в рабстве Его там предали Жена, ну, Патифар бросила его в темницу Потом он в темнице И о нем забыл виночерпий Которого он там пророчествовал ему в жизни Открыл То есть многое произошло плохого в его жизни Но вы знаете, друзья Одна интересная мысль Я провожу параллель между историей Иосифа и этим осленком Вот что значит быть осленком? Иосиф позволил, чтобы Бог на его жизни въезжал Он въезжал как? Это же Бог Кто из вас понимает, что это Бог Допустил, чтобы братья его побили до полусмерти? Кто понимает? Хорошее, правда, благословение от Бога? Что бы вы сказали, если бы я сегодня сказал Дорогой брат, Женя Сегодня тебя ждет благословение от Бога Вон есть пять человек Они хотят тебя избить Так надо бы на Господу Я уверен, вы бы сказали Вы что, смеетесь, что ли? Понимаете? Бог допустил, чтобы братья его избили Бог допустил, чтобы его братья продали в рабство Бог допустил предательство и так далее Послушайте внимательно, интересный момент. А знаете, для чего все это нужно было? Чтобы в конце Бог мог спасти израильский народ. Спас ли Бог через Иосифа израильский народ от голодной смерти? Спас. Многоходовочка. И на этой многоходовочке Иосиф выступал в виде осленка. Были ли благословения на пути этого осленка? Ну да, иногда в виде тюрьмы. Они были, они разные, друзья, еще раз, мы никогда не можем их знать. Он менял его сердце, он готовил, он работал с ним. По-другому никак. Вот что должно произойти, вот что должно произойти с нашим сердцем, понимаете? Вот что должно происходить. Поэтому еще раз, возможно, кому-то из вас сегодня, возможно, вы проходите такой этап жизни, когда вам нужно принять и понять, что это для вас, это о вас. Я не знаю, еще раз, возможно, это для вас. Возможно, это для вас. Просто примите решение, друзья. Хватит, нам нужно перестать прятаться. Мы входим с вами в новый сезон, я вам сказал, как церковь, мы входим в новый сезон. Мы входим не только в новое здание, не только в новую территорию. У нас новые вызовы, друзья, их вот столько. Их вот столько, их куча, их масса. Главное, чтобы вы никогда не боялись, главное идти вперед. Главное идти вперед.